Зритель, если ты нас смотришь, значит ты в самом правильном месте на земле. Ты на программе «Диван вопросов от родителей». С вами твой любимый ведущий Никита Никитин. И сегодня у нас в гостях необычайный великий гость Мартин Шлидгавр. Мартин, здравствуй. Здравствуйте. Представься, расскажи, пожалуйста, нашим гостям, кто ты такой. Меня зовут Мартин Шлидгавр, я из Санкт-Петербурга, и я музыкант, получается. И мой отец Дмитрий Шлидгавр, группа Шарфея, они тоже музыканты. Я родился в христианской семье, мне 17 лет, и я учусь в школе на ветерана 39, и могу сказать немножко о себе. В моей жизни изменилось все, Бог просто изменил всю мою сущность, мою жизнь, и Он может изменить вашу жизнь. Благодаря Мартину ваша жизнь может измениться. Прежде всего, расскажи, я так понимаю, что у тебя родители не простые, а еще и христиане, как оказалось. Каково это было расти в семье христиан? Что ты чувствуешь? Я чувствую, что это не просто благодарность, это любовь, искренность и желание учиться у них, потому что в христианской семье может быть любовь, искренность и доверчивость. И самое классное, это доверие к ним. И я готов изменить в себе жизнь, и христианство готовы просто принять меня в отношении с Богом. Интересно. А ты все время был в окружении исключительно людей, которые верующие, или ты все-таки попадал в какую-то среду, где ты сталкивался с неверующими людьми в школе, например? Я сталкивался с неверующими людьми и подростками в школе, получается. Мне учатся только подростки там. И есть пару людей, которые не христиане, и которые есть христиане. Получается, я работаю с одним продюсером, получается, который делает мне клипы христианские. Зовут его Михаил Сорокин. Он христианин, получается, уходит в церковь тоже с мамой. И мы с ним общаемся на Библию темы, получается. И мы делаем христианские клипы, придумываем все, чтобы изменить жизнь людей, жизнь просто подростков. И мы написали новую песню, сейчас я написал «Приди дух». И мы сделали под него клип христианский, получается. Да, я видел. И там в конце идет молитва о покаянии. Класс. И многие люди сейчас посмотрели его и написали мне много отзывов об этом, что их жизнь изменилась. И просто я был благодарен Богу за то, что он все сделал, это по его воле. А как ты вообще находишь вдохновение? Вот ты говоришь про свои песни. Как ты находишь вдохновение? Как ты сочиняешь музыку? Как проходит? Вдохновение. Я слушал многих музыкантов. Моего папу, Виктора. Потом еще Андрея Геева. И многих исполнителей. И самый крутой исполнитель получился мой отец. И Виктор. Они изменили в моей жизни, получается, мое покаяние. Потому что иногда я мог просто готовиться к нереальным отношениям с ребятами, потому что у меня были многие проблемы в школе. Из-за этого у меня не было жизни христианства. И я должен был куда-то деться и пришел в церковь в 21 век. И меня Бог начал вести по своему пути. И Он призвал меня служить. То есть я так правильно понимаю, что из твоего рассказа у тебя был момент, когда ты ушел из церкви. Правильно? Да. Ты можешь рассказать про этот период? Что у тебя тогда происходило в душе? И почему ты решил уйти? Что у тебя были за мысли? Ты считал, что Бога нет? Или у тебя была обида? Или что это было? У меня была обида не на Бога. У меня была обида на друзей. Потому что со мной никто не общался. Когда как только они узнали, что я христианин, они сразу решили меня назвать католик. Там и многими словами. И я не знал, что мне делать. И просто отец вдохновил меня. И Виктор, и все люди, которые были в моей церкви, все изменили мою жизнь. Потому что я не знал, что мне делать, куда идти, как мне идти по Божьему пути. И все изменилось просто наоборот. Просто все перевернулось на незнаку. И одна песня, пришла одна песня, которую я услышал. Это группа «Мер Семьи», «Кинольный менеджер», я могу лишь представить. Вот она изменила полностью мою жизнь. Я смотрел это кино, можно лишь представить. Очень сильный такой фильм. И в конце он поедет эта песня. И я начинаю просто рыдать и плакать. Потому что, естественно, как Бог просто меняет. Как будто Бог пришел, увидел, что во мне закрыта дверь. И я впустил его в стерк, и он начал делать все, что мне нужно в моем стерк. И он изменял меня. И вот такой результат у меня получился. Это очень круто. Ну, то есть ты чувствуешь, как через музыку приходит для тебя такой вот елей. Да. Как ты хочешь делать свою музыку в дальнейшем? И что ты думаешь будет популярно? Будет ли популярна твоя музыка? Или как ты планируешь вообще? Я не тоже хочу, чтобы сказать, что она будет популярна. Я не хочу искать какой-то славы, какого-то просто денег. Это мне не нужно ничего. Потому что я могу делать песни просто для людей. Чтобы их жизнь изменялась. Но для их песни, их песня должна быть какая-то не лирическая, какая-то божья, чтобы в их жизни что-то менялось. И в сердцах ей должно быть любовь, искренность и желание учиться, и желание просто идти к Богу. Самое главное, это правильные мотивы. Ну, тебе, вот затрону еще раз момент в школе, тебе на то время, когда ты ушел из церкви, тебе было стыдно, что ты верующий? Нет, потом мне не было стыдно, и я понял, что стыд – это грех, получается, и мне надо что-то с ним делать. Я просто изгнал из себя и понял, что мне нужно идти только по Божьему пути, вместе с Богом. И в школе было много издеваний от ребят, все говорили, да, у тебя ничего не получится, но вот момент, просто щелком у меня все изменилось, просто благодаря Богу, благодаря родителям, благодаря друзьям. Но у тебя, ты говоришь, у тебя произошло все по щелчку, изменения в тебе или… Изменения во мне, да. А что изменилось? Твой характер, твое отношение к друзьям? Мои отношения к друзьям, и характер тоже самое. Хорошо. Давай мы с тобой сейчас посмотрим. Ты говоришь, что ты читаешь вообще Библию? Иногда да, читаю, когда у меня есть желание. А, в основном у тебя есть желание? В основном есть, да, желание. Ну, здорово. Тогда мы сейчас узнаем, как хорошо ты знаешь Библию. Вопрос первый. Так, так, так. Кто крестил Иисуса? Петр, Иосиф, он не был крещен, или Иоанн Креститель? Иоанн Креститель. Нет, это правильный ответ. Второе. Это цитата из Библии, и тебе нужно будет правильно подобрать слово. Если ты в день бедствия оказался славым, то сила твоя. Плоха, ноль, мала или слаба? Сила твоя. Да, сила твоя плоха, ноль, мала или слаба. Какая сила? Ну, по сути, слаба. Ну, почти, мала. Но это все равно будет правильный ответ. Какой царь хотел убить Иисуса? Интересный вопрос. Давид, Ирод, Голиаф или Фред? Ирод. И это правильный ответ. Ладно, Мартин. Давайте аплодисменты. Супер, это все для тебя. У тебя был момент, когда ты крестился Святым Духом, или просто вот до этого ты понимал, что ты грешник, а сейчас ты понимаешь, что ты прощен? Вот такой переломный момент. До этого я понимал, что я грешник, и мне нужно креститься. Мне было тогда в этом году 13 лет было, и я не знал, что мне делать, я понял, что самое важное – это прийти к Богу через покаяние и крещение. И когда мне исполнилось 14 лет, это был воскресный день, получается, воскресенье, 8 ноября, я пошел креститься. И крестил меня Денис Денисов. Крещение проводил наш пастор Вячеслав Макаров, старший пастор в церкви 21 век. И когда меня крестили, я понял, что я очищен, и мой грех просто ушел из меня, и я стал христианином для Божьего присутствия, для Божьего пути, для Божьего просто, не знаю, даже для Божьего покаяния для людей. Расскажи, вот с родителями твои отношения, как ты воспринимаешь родители, они для тебя пример, или у вас плохие отношения, как у вас? Я могу сказать честно, родители у меня самые хорошие, и они меня одевают, и самое честное, это их доброта и душевность. Получается, мама у меня тоже музыкант. Она пела, когда были те времена, когда они служили с моим дедушкой, сейчас Вячеславом Макаровым, когда они первый раз восстановили эту церковь 21 век. И искренность, самое важное, это искренность, потому что с ними можно поговорить, рассказать о своих чувствах кому-то, либо к девочке, может быть, кому-то, чтобы быть с друзьями, и они могут дать любовь. Вот самое классное, это любовь их, потому что без любви я не могу чувствовать себя в христианской семье. Как ты думаешь, какие самые главные, как бы, ценности или какие самые главные качества должны быть вот у других родителей? Вот если тебе нужно бы сейчас давать совет родителям, как правильно воспитывать детей, какие бы ты сказал нужно иметь отношения? Вообще, иметь отношения должно быть небольшое, получается, еще раз повторю, искренность, любовь, честность и христианство. Самое главное, это любовь, потому что без любви к детям вы не можете не иметь ни семью, ничего. И вам поможет только Бог, потому что без Него вы не сможете просто ничего делать. Другие семьи и дети, могу сказать вам честно, искренность вам поможет, и любовь в том числе. Какой тебе запомнился твой нехристианский поступок, за который тебе стыдно, но ты уже покаялся? Самый стыдный, честно сказать, иногда в школе были такие времена, когда я иногда дрался, ну, то есть не дрался, просто вызывал людей, получается, говорим плохие слова, и говорил что-то в их сторону, получается, за их спинами. И вот это самый стыдный был поступок, конечно, это, конечно, не знаю даже, ну, вообще отношения, получается. Самый был такой нехороший поступок. Как бы ты воспитывал своих детей? Я буду воспитывать их христианством, потому что Бог к этому призывает всех, всех семей. И я могу сказать честно, что семья – это доброта, честность, любовь, искренность и желание доверять друг другу. Есть один мальчик у одной семьи, у Вененок, у них четверо детей, Анита, Тимофей, Софья и Гоша. Вот Гоша – самый прикольный мальчишка, который говорит, что я его иногда отец, иногда усажив бородач. Когда люди это видят, это мне показывается каким-то смешным просто хихиканьем или просто можно посмеяться. Но самое главное – Гоша любит меня, потому что без меня он просто бегает туда-сюда, и он просто встает, и иногда хочет спать. Иногда у меня засыпает на плече, через три минуты раз, щелкну, и он засыпает просто. И иногда я его ношу, пока Татьяна отдыхает. Я разговариваю с людьми, и я себя чувствую как будто отцом одного мальчика. Расскажи чуть-чуть про свою семью. Про свою семью… У тебя я вижу сценарий. Да, сценарий. В моей семье любовь, искренность и забота. Расскажу немножко о сестре. Скажу, что с сестрой мы проходим препятствия вместе, побеждаем в команде от начала до самого конца. Мама и отец облегают меня, кормят, задевают, учат и помогают. Они добрые люди, всегда рядом будут. Они постарались в церкви 21 века. Я родился в христианской семье, и могу сказать честно, такая любовь к ней очень сильная. Семья – это забота, нежность, любовь, искренность, честность и уважение. И главное – держаться в семье вместе, всегда рядом и в команде. Это очень круто. Это послание, которое ты сам написал. Да. Что ты… Вот у тебя сейчас есть три минуты. Ты можешь сказать сейчас одно послание детям. Как им нужно? Слушаться родителям, не слушаться? Вот дай совет. Участие детям и подросткам. Детям, подросткам вообще. По отношению к родителям, как им себя вести? Дорогие подростки и дети, послушание родителям – это очень важно. И потому что без уважения вы не можете не иметь ни семью, вы можете родить сами по себе. Я могу сказать честно, вы должны иметь честность, потому что честность вы должны давать на роду родителям. И не забывайте, что любовь должна быть рядом с родителями. Класс. Мартин, ты, конечно, в душу прям говоришь. Сейчас тебя все услышали. Тебе большое спасибо за такую шикарную передачу. Друзья, с нами был Мартин Шлетгавр. Вы можете послушать его музыку у него на странице ВКонтакте. Ну, а мы с вами будем прощаться. С вами был, как всегда, ваш несметный ведущий Никит Никитин и Мартин Шлетгавр. Всем пока, до новых встреч. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...